Доброе утро! Компания Кудерлайн приветствует вас и тему нашей сегодняшней встречи вы видите на экране. Мы поговорим с вами про изменения по НДФЛ в этом году и смотреть мы их будем на примере 1С ERP и 1С ZOOP. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и собственно вы можете задать любой вопрос, который вас интересует по нашей теме. Мы будем очень рады ответить на него. Если вы задаете вопрос в письменном формате, то у нас будет больше времени для ответа и он будет более предметный, потому что уже касательно именно вашей ситуации. Введу вебинар я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Мои контакты вы тоже здесь видите. И внизу адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам не удалось досмотреть до конца или время проведения вебинара оказалось не очень удобным, то вы можете в последующем вернуться на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и вы можете спокойно в удобное для вас время его посмотреть. Ну и соответственно, может быть какие-то другие темы вас заинтересуют. Итак, что мы с вами будем сегодня обсуждать? Программа вебинара. Вы видите ее на экране. Мы проговорим отражение НДФЛ в конфигурациях, в 1С ERP, в 1С ZOOP. Посмотрим, что нужно сделать для закрытия года корректного. Поговорим про изменения, которые произошли в этом году. То есть о том, что НДФ платится теперь из авансов. Многие, наверное, слышали. И поговорим про отчеты, про обмену справок и про дополнительные сервисы и отчеты, которые могут быть удобны при работе с программами. Итак, до 2023 года у нас действовал следующий порядок. То есть при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения дохода налогоплательщикам признавался последний день месяца, за который ему начисление происходило. И, собственно, даты, которые были отражены в вашем трудовом договоре. То есть НДФЛ удерживался с доходов в виде оплаты труда всегда и фиксировался именно последним днем месяца. В этом году, то есть с 2023 года, для заработной платы будет действовать немного другой порядок. Он установлен статьей 223 пунктом 1 Налогового кодекса. То есть теперь датой фактического получения дохода в виде оплаты труда признается дата получения дохода, то есть дата ее выплаты, а не конец месяца, когда был до этого, то есть расчетным путем. Как следствие такого нововведения НДФЛ необходимо будет удерживать и при выплате аванса, и при выплате любых других межрасчетных выплат. На самом деле, сейчас мы с вами посмотрим табличку. Основные изменения, которые у нас происходили при расчете НДФЛ, признается день ее выплаты. Это мы с вами проговорили. День фактической выплаты, то есть это было изменение в Налоговый кодекс. Аванс по заработной плате признается полученным доходом сразу при его выплате. То есть с него, естественно, необходимо удержать НДФЛ. Расчет НДФЛ с совокупной налоговой базы. Установлен лимит 5 миллионов плюс дивиденды, то есть изменены лимиты по НДФЛ. Срок перечисления НДФЛ тоже теперь определяется по-новому, и это тоже изменение в Налоговый кодекс. То есть в 2022 году у нас НДФЛ начислялся за период с 1 января по 22 января. А перечисление должно было происходить не позднее 28 января, то есть уже следующего года. С 23 числа предшествующего месяца по 22 числа число текущего месяца. Такое правило действовало сейчас действует не позднее 28 числа текущего месяца. То есть эти даты приравнены к новым датам предоставления отчетности. То есть отчетность должна быть предоставлена не позднее 25 числа, а уплата должна произойти не позднее 28 числа. То есть тоже единая дата уплаты для всех налогов. Ну и соответственно с 23 декабря по 31 декабря. А сейчас не позднее последнего рабочего дня календарного года. В связи с введением единого налогового платежа необходимо подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей по налогам и страховым взносам. И еще одно изменение, которое у нас прошло в этом году, это отсутствие необходимости учитывать даты перечисления НДФЛ и реквизиты платежных поручений в регистрах налогового учета. То есть это тоже новая редакция, но связана она естественно тоже с введением единого налогового платежа. И это нужно иметь в виду, когда вы будете готовить уведомления, платежки, ну то есть когда будете готовиться к перечислению налогов. На что стоит обратить внимание? То, что до 2023 года пункт 2 статьи 223 в этом году перестает действовать. И действует новая редакция, то есть под пункт 1 первого пункта статьи 223. Датой получения доходов до 2023 года считался последний день месяца, за который начислена зарплата. И до тех пор, пока месяц не завершился, доход не получен. То есть считался по начислению. В 2023 году датой получения дохода считается день выплаты зарплаты, то есть не начисления, а фактической оплаты труда. И когда удерживался налог до 2023 года при окончательном расчете за календарный месяц, то есть делалось начисление за месяц и с него рассчитывался НДФЛ. Сейчас с 2023 года удерживать налог необходимо с каждой выплаты сотруднику. Ну и период удержания, вы видите, мы про него уже поговорили, не позднее 28 числа текущего месяца. И за декабрь не позднее последнего рабочего дня календарного года. Для того, чтобы осуществить такие переходы, нужно будет, во-первых, внести некоторые изменения в настройки, в учетную политику, а во-вторых, помнить о том, что с 1 января будут учитываться все налоговые базы в совокупности. И если доход по ним превысит 5 миллионов рублей, то с суммы 650 тысяч рублей налог исчисляют по ставке 13%, а с превышающей уже 15%. В 1С ЗУП с 2023 года в связи с этими изменениями из учетной политики исчезает пункт «Выполнить расчет НДФЛ по прогрессивной шкале». То есть с 2023 года такой пункт будет действовать всегда. И также утрачивают свои силы на стройки, которые были выполнены в учетной политике. То есть НДФЛ будет удерживаться и исчисляться и удерживаться всегда при каждой выплате. Сейчас мы с вами перейдем в демо-версии и посмотрим, как это стоит, так сказать, на местности. То есть сначала я вам покажу слайдик, а потом мы это посмотрим уже конкретно в программе. Переходим мы с вами к слайду, который сделан из конфигурации зарплаты управления персоналом, то есть ЗУП. И здесь вы видите настройку учетной политики. То есть это карточка организации и интересовать нас будет закладочка «Учетная политика». Сейчас мы с вами переходим к конфигурации ЗУП. Вот сейчас я немножечко опущу. Не получается опустить. Ладно, перейдем тогда вот таким образом. Ну, собственно говоря, если мы берем организацию, то в этом случае я уже перешла заранее на карточку конфигурации. И вот видите, у нас закладка «Учетная политика» и другие настройки. И здесь нас будет интересовать пункт меню «Учетная политика». То есть мы переходим по гиперссылке и у нас открывается вот такой интерфейс. Соответственно, интересует нас, во-первых, проверить то, что у вас. Здесь указано, какие даты. Ну, в нашем случае, естественно, это должен быть 23-й год. И проверить, нужны ли отметочки в других разделах. И после этого нас интересует закладка «НДФЛ». То есть, как вы видели на слайде, сейчас мы на минутку туда вернемся. Вот мы снова на нашем слайде. И, собственно говоря, мы посмотрим сейчас учетную политику не на слайде, а вживую. То есть, во-первых, у нас вот здесь не будет галочки. То есть, по прогрессивной шкале нужно будет обратить на это внимание. Стандартные вычеты у нас, в принципе, настройки не поменяются. А вот здесь обратите внимание, что у нас должна стоять точка. Видите, есть подсказка. Должна точка состоять, что в момент начисления аванса. Исчисление НДФЛ смежрасчетного периода у нас теперь тоже будет присутствовать. И удержание исчисленного НДФЛ с аванса должна будет тоже стоять отметочка. То есть, соответственно, не удерживать эта настройка касалась прошлого года. А в нашем случае настройка должна быть вот в этом месте. То есть, удерживать при выплате аванса. И удержание НДФЛ смежрасчетного начисления зарплаты. Значит, соответственно, в этом случае у нас тоже должна стоять отметка удержать при выплате межрасчетного начисления. Но настройки, которые касались карантина в 2020 году, сейчас нас, слава богу, не интересуют. Поэтому мы вернемся снова к нашим слайдам. И поговорим немножко дальше. То есть, как вы обратили внимание, на слайдах я в основном буду показывать нормативную информацию. То есть, там, где идут ссылки на законодательство, на его разъяснения. А переходите смотреть в саму программу. Мы будем там, где это требуется уже на практике, так сказать, потрогать ручками. Следующий наш слайд показывает то же самое. То есть, настройку, которую необходимо сделать, если вы работаете в базе ERP. Сразу хочу сказать, что в базе ERP зарплатный блок перенесен практически полностью. То есть, зуб, который установлен в ERP, это зуб проф. Версия проф. Поэтому сейчас мы с вами перейдем в конфигурацию 1S ERP и посмотрим, как это выглядит в той конфигурации. То есть, соответственно, нас интересуют выплаты, которые, сначала не выплаты, а настройки, которые требуются сделать в учетную политику. Находится у нас этот раздел в НСИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация. Когда мы переходим сюда, у нас здесь есть несколько разделов, где делаются настройки. И сейчас нас интересует раздел НСИ и подраздел организации. Поскольку у меня в начальных настройках установлено, что я веду мультифирменный учет, то есть несколько юридических лиц. Как вы видите, у меня здесь много моих юридических лиц. Ну вот перейдем, допустим, на закладку «Металлсервис». Она у меня уже открыта. И вот это я сейчас закрою. Нет, мы не будем пока ничего изменять. И интересует нас, это тоже карточка организации, как вы видите, немного разный интерфейс. Но, собственно говоря, нас интересуют две закладки. Учетная политика и налоги, и закладка зарплата и кадры. То есть, когда мы с вами переходим к учетной политике, то мы должны проверить, ну, во-первых, естественно, посмотреть систему налогообложения. Потому что вдруг вы потеряли право, например, на применение упрощенки. Или, наоборот, решили полностью сменить систему налогообложения. Может быть, ваша организация попала по территории в те местности, где введен пилотный проект по автоматической упрощенной системе налогообложения. В этом случае вам нужно будет полностью изменить настройку системы налогообложения. Учетная политика финансового учета нас сейчас здесь не интересует. А вот учетную политику бухгалтерского учета мы с вами сейчас немножечко глянем, но, к сожалению, мельком. То есть, при переходе по гиперссылке мы попадаем в интерфейс настройки конкретного раздела. И, собственно говоря, здесь делаем отметочки, которые нас интересуют. Ну, во-первых, поскольку мы с вами создаем учетную политику или корректируем ее, то период должен быть установлен, который касается этого года. То есть, 2023 года. 18-е ПБУ к нашим зарплатам сейчас не относится. Амортизационное числение и основные средства вы должны проверить и проставить флажок. Поскольку применение 6-го ФСБУ сейчас обязательное мероприятие, как вы видите, если остановиться на какой-то строке, то всплывает контекстная подсказка. И еще один приятный бонус. То есть, здесь есть в конце каждой строки быстрая тематическая справка. То есть, если я нажму вот на такой вопросительный знак, то у меня появляется справка, которая касается именно вот этого раздела и вот этой ситуации. То есть, оперативная экспресс-подсказка тематическая. Ну, собственно говоря, вам нужно проверить, насколько ваши настройки соответствуют нынешним реалиям. И еще после этого мы должны проверить закладочку зарплаты и кадры. Здесь, кроме закладочки, которая касается НДФЛ и районных коэффициентов, то есть, если, например, ваша организация находится на территории, где применяются климатические коэффициенты, то вам нужно зайти сюда и проставить изменения, которые учитывают ваши районные коэффициенты. То есть, в этом случае мы вот здесь вот ставим флажок. Или, если у вас есть какие-то обособленные подразделения, которые находятся в таких местностях, то вы ставьте флажок вот этой ячейки. Ну, и, соответственно, в этом случае вы выбираете, какие территориальные условия вы должны применять. Может быть, чернобыльские, может быть, северные надбавки. И, соответственно, в этом случае вы проставляете здесь нужные флажки. Но, кроме этого, нас интересует еще один параметр, а конкретно это воинский учет. То есть, вот, как видите, воинский учет необходимо в этом году тоже проверить и включить настройки. Потому что, ну, в связи с мобилизационными мероприятиями и ужесточением, так сказать, ответственности за непредоставление отчетных документов, достаточно изменена система штрафов. Чтобы не нарваться на штрафы, вам необходимо проверить, ведется ли у вас воинский учет. И если ведется, то в полном или не в полном объеме. В демо, вернее, прошу прощения, в конфигурации 1S ERP, кадровый учет для военкоматов, то есть воинский учет, для того, чтобы вести, требуется активизировать. То есть, проставить флажок, что воинский учет ведется. Ну, и, соответственно, в этом случае блок, который содержит документы по воинскому учету, у вас будет активирован. После того, как вы выполнили нужные настройки, нужно уделить внимание тому, чтобы об учетной политике, о том, что новая учетная политика, вам нужно в обязательном порядке составить протокол об утверждении учетной политики. Если вы, например, этого не сделали своевременно, то это можно сделать сейчас, но, к сожалению, уже задним числом. То есть, вы должны в своем приказе поставить дату утверждения учетной политики до 31 декабря прошлого года. В этом случае ваша новая учетная политика будет действовать с 1 января 2023 года. Если вы вдруг по неосторожности в приказе напишите с 1 января 2023 года, то в этом случае учетная политика вводится в действие с 2024 года. Об этом нужно помнить и это нужно учитывать. Ну и после того, как вы внесли изменения в учетную политику, мы переходим в раздел кадры. Здесь у нас тогда изменяется немного интерфейс, то есть кадры и зарплата нас интересуют. Сейчас у меня запустится этот блок, и мы с вами увидим, то есть вот у нас теперь здесь есть раздел по воинскому учету. И, соответственно, есть раздел работа с кадрами, кадровый отчет, документы и так далее. Этот блок абсолютно идентичен тому, что мы с вами можем увидеть на программе зарплата и управления персоналом. Здесь у нас это немножечко в другом месте находится, но тем не менее абсолютно одинаковые интерфейсы и абсолютно одинаковые содержания. То есть вот мы с вами переходим здесь в раздел кадры. Сейчас у меня программа пока перейдет. То есть видите, есть кадровые отчеты, кадровые документы, и в меню зарплата у нас с вами практически идентичные блоки. И мы снова с вами возвращаемся к нашим слайдам. И хочу вам показать вот такой слайдик, который показывает, как в учетной политике в зарплате, мы с вами его уже смотрели, это чтобы зафиксировалась, так сказать, информация зрительно, то есть показывает расчеты по прогрессивной шкале. В настройках нас интересует, затем нас интересует раздел исчисления НДФЛ с аванса, смесь расчетных периодов, и, собственно говоря, нужно проверить, чтобы вы ничего не забыли. Как мы с вами уже говорили, срок перечисления налогов, то есть удержанного НДФЛ, у нас в этом году тоже меняется, и, скажем так, он приурочен к датам, которые предусмотрены для уплаты единого налогового платежа. И, соответственно, в этом случае у нас единые даты и для подачи отчетности, и для уплаты налогов. То есть, как вы видите, это дата уплаты именно налога не позднее 28 числа. В декабре вы видите по 31 декабря, и за период с 1 по 22 января, не позднее 28 января. Также меняются сроки подачи расчета 6 НДФЛ. То есть, соответственно, если мы говорим про квартал, полугодие, 9 месяцев, то это, опять же, единая дата 25 числа месяца, следующего за отчетным, а за год не позднее 25 февраля. В связи с тем, что у нас был введен единый налоговый платеж, у нас изменился налоговый кодекс, были внесены исправления, которые отменяют в статье 226, 9 пункт. И это касается того, кто уплачивает НДФЛ. То есть, раньше у нас был запрет для налоговых агентов на уплату НДФЛ из собственных средств. В этом году этот пункт отменяется. И со следующего года перечислять деньги, то есть вот с 23 года, перечислять деньги на единый налоговый счет можно из собственных средств, то есть до удержания налога. Это, в общем-то, в некоторых случаях облегчает жизнь, в некоторых наоборот. Когда у предприятия нет денег, то это сыграет, так сказать, отрицательную роль. Сейчас вы видите слайдик, который показывает про отражение НДФЛ в бухгалтерском учете, про настройки, которые можно сделать в зупе. Сейчас мы с вами переключимся на саму конфигурацию и в меню зарплата, соответственно, перечисление НДФЛ. Обратите внимание, что при работе с НДФЛ за 2022 год и за 2023 год необходимо очень большое внимание уделить тому, какой у вас релиз конфигурации. Посмотреть, какой релиз можно вот по такой пиктограммке, то есть мы переходим на эту пиктограммку и выбираем вот такой пункт о программе. То есть в этом случае мы видим с вами справочную информацию о том, какая у вас платформа установлена и какая у вас редакция. Это очень актуально, потому что были введены новые формы и отчетности, то есть был введен налог ЕФС-1, единый финансовый налог, объединенный фонд. То есть поскольку, как вы все слышали, у нас теперь объединили пенсионный фонд ЕФСС, и теперь действует единый социальный фонд Российской Федерации. И в него сдается отчет, который заменил отчеты, которые мы сдавали в пенсионку и в ВСС, то есть СЗВМ, СЗВТД и так далее. Так, я сейчас это уберу пока, чтобы оно нам не мешало, и мы с вами вернемся снова к слайдам. То есть в связи с объединением фондов, как вы видите, изменился и интерфейс. То есть на слайде вы видите интерфейс из последних релизов, а я вам показываю на живой, так сказать, программе более ранние релизы, где в меню зарплата, как вы видите, интерфейс выглядит немножечко по-другому. Для того, чтобы не возникали сложности с созданием отчетов, ну, конкретно единого ЕФС-1 с НДФЛ, вам необходимо обновить конфигурацию, потому что при этом вам станут доступны и новые отчеты, и уже обновленные функции по НДФЛ. Здесь у нас тоже есть пункт отражения удержанного НДФЛ, но, как вы видите, он немножко отличается, интерфейс, и находится, то есть функционал полностью сохранен и остался, но немножко другая компоновка. Еще одно изменение у нас произошло в плане того, что теперь отражается в начислении зарплаты и износов, появился вот такой пункт, то есть планируемая дата выплаты. Соответственно, делается это для того, чтобы можно было спланировать, в какие даты у нас выплачивается заработная плата. Вот эта дата, то есть планируемая дата выплаты, у нас сюда попадает из настроек учетной политики. Сейчас мы снова переключимся на конфигурацию зуб, и я сейчас здесь закрою, и интересовать нас будет... Переключается медленно, к сожалению. То есть мы вносим, очень медленно переключается, поэтому я к слайдам вернусь. Поэтому эту дату мы заносим в раздел «Бухгалтерский учет заработной платы» и устанавливаем планируемую дату выплаты. И, соответственно, после того, как она будет установлена, она у нас попадает в документы, которыми мы производим начисление заработной платы. Эта дата устанавливается автоматически. Вы видите путь, где необходимо эту дату установить. То есть в настройках, в учетной политике, в «Бухгалтерский учет и выплаты заработной платы». И еще несколько слов про нормативные изменения. То есть в ЗУПе с 2023 года в ведомости на выплату пропадает возможность заполнения авансов фиксированной суммой или процентом от тарифа. Это связано с тем, что с таких авансов НДФЛ не исчисляется и не удерживается. Значит, в этом случае доступным для нас способом расчета, то есть применение документа по начислению, становится только аванс по расчету за первую половину месяца. Перейти в такие настройки, то есть мы можем из меню настройки и меню начисления. Сейчас мы с вами снова перейдем в зарплату в ЗУП. И нас интересует раздел «Настройка». Сейчас я подвину вот это окошечко. Раздел «Настройка». И, соответственно, долго открывается. Через меню «Настройка» мы можем с вами попасть в вот такое диалоговое окно. То есть учетная политика и бухучет выплаты заработной платы. Это мы с вами уже посмотрели. И еще один момент, что с марта 2023 года у нас вводится еще одно новшество. То есть вводятся цифровые формы и форматы документов, которые связаны с организацией грузоперевозок. То есть частичный, так сказать, обмен. Но, тем не менее, это электронный документооборот. И определенные документы можно передавать в электронном формате. Как я уже говорила, про воинский учет еще мы сейчас поговорим. Но для начала переключимся в конфигурацию ERP. Переходим мы в организацию ERP. И после того, как мы в ERP проверили настройки, которые касаются раздела НСИ и администрирования, мы с вами должны посмотреть, что у нас получилось в разделах кадры и в разделах заработной платы. То есть сейчас мы видим, что работа с кадрами, кадровые отчеты у нас вот здесь вот запущены. И воинский учет мы можем здесь ввести. Обратите внимание, что в этом случае у нас есть сервис кабинет сотрудника. Вот если мы переходим в кабинет сотрудника, это очень удобный сервис, когда часть документов должна быть в электронном формате, то в этом случае через этот сервис очень удобно работать с такими документами, то есть с электронными формами и так далее. Обратите внимание, это помощник. Можно более подробно посмотреть о том, что он может делать. Единственное, что в этом случае у вас должна быть включена интернет-поддержка. Это сделать очень несложно. Достаточно нажать кнопку «Подключить» и ввести ваши регистрационные данные из подписки ИТС. То есть если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то вам доступно больше функций в бесплатном формате. Если ИТС-Техно, то функции те же самые, но за некоторые придется заплатить. Хотя на самом деле суммы оплаты достаточно дружественные. То есть, например, сервис дополнительной проверки контрагента будет стоить порядка 4 тысяч 3 800 или 4 800 в зависимости от количества лицензий на год. То есть если мы 4 800 делим на 12, то получается вполне дружественная цифра, которую большинство предприятий может себе позволить. То же самое касается и других сервисов, которые там имеются. То есть вот здесь нужно прочитать более подробно про сервис, определиться, что вам от него надо, и подключить. Потому что в этом случае вы можете более оперативно работать и с сотрудниками, и с электронными документами. Ну то есть это делает работу более быстрой и более комфортной. Что нас еще интересует? Нас еще интересует, естественно, воинский учет и меню заработной платы. Обратите внимание, что функционал в ЕРП практически такой же, как в зарплате и кадрах, но немного другая компоновка экрана и разделов. То есть все отчеты, которые мы с вами будем сдавать по НДФЛ, у нас находятся в разделе регламентированный учет. Не в разделах зарплата и кадры. То есть вот, например, мы переключаемся с вами на меню зарплата. Здесь тоже есть целый блок отчетов, но эти отчеты в основном либо аналитические, которые позволяют получать информацию по движению проводок, документов и так далее. И есть отчеты, которые регламентированные. То есть вот видите, зарплата и справки. Но есть у нас еще отчетный блок в регламентированном учете. Если мы сейчас переключимся сюда, то мы посмотрим, что здесь тоже вот есть блок 1С отчетность, как вы видите. Здесь у нас есть регламентированные отчеты, сервисные функции, личные кабинеты. И в меню зарплата у нас тоже есть 1С отчетность, ну и, соответственно, дополнительные справки, только более тематические. То есть, например, 1С отчетность – это не только название раздела, это еще и дополнительный сервис, который позволяет без использования третьих сторон обмениваться данными с налоговыми органами. То есть в привычном порядке вы формируете отчетность, отправляете ее, выгружаете в промежуточный файл. Этот промежуточный файл подтягиваете в программу оператора. То есть это может быть СБИС, Астрал, Контур, ну то есть любые фактически операторы. И там уже происходит обмен с налоговым органом. И, соответственно, ответ от налогового органа приходит сначала оператору, потом оператор пересылает его вам. То есть если это штатный режим работы, то это происходит быстро, и задержек никаких нет. Но если какие-то техногенные, скажем так, катастрофы возникают, ну то есть, например, проблему у провайдера отключили интернет, или любые другие технические проблемы, то в этом случае у вас получится достаточно большая задержка с момента отправки налоговыми органами до момента получения вами электронных писем, требований и так далее. А 1С отчетность позволяет избежать этого этапа и напрямую отправляет ваши отчеты к налоговикам. Обратите внимание, что, ну вот сейчас у нас возник рекламный, так сказать, баннер. То есть вот здесь вы должны ввести логин и пароль от вашей интернет-поддержки и написать в IT. Я ставлю без проверки, потому что к демо-базам у нас не подключен выход в интернет. Просто закрываю. А здесь, как вы видите, коротенький анонс про сам сервис и по гиперссылке можно перейти и почитать про него более подробно. Подключиться можно самостоятельно без участия программистов или каких-то других узких специалистов высокооплачиваемых. Сейчас мы это дело закрываем и перешли мы с вами в раздел 1С отчетность. Для того, чтобы создать здесь какой-то документ, ну, например, отчет по НДФЛ, мы используем кнопку создать. При ее использовании запускается помощник. И мы можем скомпоновать, так сказать, вид нашего журнала. То есть это журнал, в котором перечисляются все формы, которые вы создали, и высвечивается статус. То есть, например, принято, в работе, отправлено и так далее. Здесь есть одна тонкость. Как вы видите, тот же перечень сервисов перенесен в верхнюю линейку. Те же письма, сверки и личные кабинеты мы можем видеть так. И когда мы с вами выбираем, что нам нужно создать, то на закладочке «Избранные» отображаются те формы, которые мы уже использовали или которые выбрали раньше. А на закладочке «Все» используется уже вся отчетность, которая существует. И мы можем из нее выбирать конкретные, допустим, виды отчетов. Значит, здесь сохранены все отчеты, которые были. Потому что, насколько вы помните, если вам потребуют создавать какие-то уточненные сведения, например, за прошлые периоды, то вы подавать их должны будете на тех формах, которые действовали в период, когда вы подавали основной отчет. То есть, соответственно, вам необходимы будут старые формы. Ну и новые формы – это, естественно, уже формы, которые действуют в этом году. То есть вы просто выбираете нужный вам отчет, и он переносится. Выбираете. Вот просто, видите, отметили. И в этом случае на закладочке «Избранные» появилась эта форма. Я сейчас отменю выбор, потому что он нам не нужен. Вот так. И, соответственно, вы выбираете ту отчетность, которая вас интересует в текущем периоде. Сейчас мы это закроем. И еще один момент. У нас здесь есть меню настройки. И в меню настройки мы можем с вами выбрать. То есть сейчас мы с вами смотрели справочник регламентированных отчетов. Ну и, собственно говоря, дальше технические функции. То есть если вы все-таки решили использовать сервис 1С-отчетность, то подключиться к нему очень просто. Вот переходим по пункту заявления на подключение отчетности и переходим в нужный сервис. Сейчас мы это пока закроем. То есть нас не интересует пока подключение. И про учетную политику мы уже поговорили. Нет, не надо нам изменений. Теперь что нас интересует дальше. То есть меню зарплата у нас фактически осталось, как вы видите, абсолютно в таком же виде. То есть все функции сохранены. Сохранены и справки 2 НДФЛ для передачи в налоговый орган. Но мы все с вами помним, что мы сдаем теперь отчетность 6 НДФЛ. И, соответственно, в ее состав входят такие справки. Но никто не освобождал предприятие от уплаты, например, больничных листов за первые 3 дня болезни. Например, никто не освобождал от подачи сведений по декретным, по отпускам по уходу за ребенком. Ну и других социальных выплатах. Плюс, естественно, здесь сохранены все старые форматы и все старые отчеты, которые действовали до 1 января этого года. Сейчас мы снова с вами вернемся к слайдикам. И поговорим, кроме электронного документа оборота, мы сейчас поговорим про воинский учет. То есть воинский учет, мы уже с вами смотрели, активируется в разделе НСИИ и администрирования, раздел кадры. То есть там проставляется флажок. Сейчас мы снова вернемся в демо-базу и снова продублируем, потому что я хочу сказать еще про два тонких момента. То есть мы переходим в раздел НСИИ и администрирования и переходим в раздел кадры. Когда мы переходим в раздел кадры, нам становится доступна настройка, так сказать, воинского учета. То есть, как вы видите, здесь мы проставляем те отметки, которые касаются конкретно вашего бизнеса, вашей ситуации и доходим до воинского учета. То есть ведется воинский учет, флажок должен быть обязательным. А вот дальше, может быть, у вас есть сотрудники, которые обладают правом, точнее освобождены от мобилизации. В этом случае вам нужно проставить вот сюда флажок. Это будет учет бронирования граждан на период мобилизации на военное время. Соответственно, вот эта птичка добавляет в вашу отчетность еще две формы, которую вы должны будете сдавать. И, соответственно, нужно обратить внимание на то, как это сдается, куда это сдается и помнить, что эта отчетность предоставляется в военкоматы, то есть военный комиссариат. Про специальности мы пока не говорим. То есть мы поставили себе отметки, что мы ведем воинский учет и обратите внимание, выбрали, где у нас будет сервис кабинет сотрудника. То есть он может быть в облаке фирмы 1С или может располагаться в локальной сети на вашем предприятии. То есть в этом случае точечка должна быть вот в этом пункте. И после этого мы можем смело с вами переходить уже в подразделы кадры и заработная плата. И интересует нас именно уже... Сейчас мы перетащим, чтобы нам не мешалось. Ай, извините. Перетащим нашу панельку. Вот так. Здесь нам доступны листки уже конкретно касающиеся воинского учета. То есть это первичные документы, которые мы заполняем при приеме на работу, при увольнении сотрудника. И вот здесь нужно обратить внимание на то, что сведения для нового отчета ЕФС-1, который сейчас стал действовать вместо отчета СЗВТДМ, СЗВМ. Здесь мы можем создать листок, который мы должны будем заполнять при приеме сотрудника, при его увольнении. И в этом случае подать такой отчет. То есть отчеты в нашем случае, что мы отметили два флажка в кадре в воинском учете. Это будет форма 18, форма, которая подается всегда, когда вы ведете воинский учет. И второй флажок нам добавил форму номер 9 и еще одну отчетную форму. Значит, пока запустится, у нас вебинар пройдет, прошу прощения. Вернемся снова к нашим слайдам. И воинский учет вы должны сдавать в течение двух недель после возникновения ситуации, ну, то есть после кадрового мероприятия. А отчет, который необходимо подать в объединенный социальный фонд, мы должны подавать на следующий день после приключения такой ситуации, то есть после кадрового мероприятия. Значит, когда к вам приходит новый человек или когда уходит новый человек, на следующий день вы должны подать отчетность в налоговые органы, А в течение двух недель воинский комиссариат. И обратите внимание, воинский учет должны вести все абсолютно налогоплательщики, но есть одна тонкость. То есть постановление правительства, которое уже достаточно давнее, как вы видите, с шестого года, в нем не перечислены ИП работодатели. То есть, в принципе, индивидуальные предприниматели эту отчетность могут не сдавать. Но, опять же, чисто теоретически, потому что на практике изменения вносятся сейчас очень часто, и промахнуться или прослушать, что они уже произошли, очень несложно. Вот вы видите перечисленные формы, которые надо сдавать в военный комиссариат. То есть форма 18 у нас активизируется по первой зеленой галочке, а форма номер 6 и номер 19 по второй. На самом деле это достаточно несложная процедура заполнения этих форм. И здесь у нас, в общем-то, сложности особых нет. Единственное, на что стоит обращать внимание, что есть некоторые регионы, в которых у военкоматов предусмотрены индивидуальные бланки, то есть, например, с местными логотипами или с какими-то дополнениями. То есть, перед тем, как сдавать отчетность по воинскому учету, стоит уточнить в самом военкомате. Или есть некоторые территориальные подразделения, у которых информация по воинскому учету выкладывается на официальном сайте администрации области. То есть, соответственно, в этом случае стоит уточнить, сдается у вас по общепринятой форме отчетности или есть какие-то изменения, которые вам надо учитывать. И на следующем слайде сейчас вы видите сроки, в течение которого надо предоставлять. И, как я уже вам говорила, сведения, которые при приеме и при увольнении подаются, вы должны предоставить в двухнедельный срок. Сведения о гражданах, которые состоят на воинском учете, а также о гражданах, которые не состоят, но обязаны, вы тоже в двухнедельный срок предоставляете. Что такое «не состоят, но обязаны», то есть это подростки, которые 15-16 лет, то есть которые должны встать на воинский учет, но еще не достигли призывного возраста. И один отчет вы должны сдать ежегодно до 31 декабря. Это план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан. На самом деле в программах 1С эти формы плановедения и еще положения о воинском учете, они уже включены, то есть они зашиты. И можно использовать готовую печатную форму, которую достаточно только отправить на печать. Что касается штрафов. Штрафов из-за персональной отчетности, то есть в этом году, в 2023 году, как вы понимаете, ужесточены все штрафы. То есть не только персонифицированного учета или за нарушение сроков сдачи новых отчетов, но это касается также и отчетов по НДФЛ, отчетов по бухгалтерскому, по налоговому учету. И если в персонифицированном учете у нас не очень много изменилось, но в приятную сторону, то, к сожалению, некоторые моменты в штрафных санкциях по наложению штрафов принесли неприятное удивление. То есть, как и в прошлом году, за каждого сотрудника вы заплатите 500 рублей, если вы его забыли или представили неправильные данные. В этом году у нас те же 500 рублей, но изюминка на торте. В прошлом году давалось 10 календарных дней от даты получения требования о штрафе. В этом году 20 календарных дней, то есть срок увеличен. И если вы в течение этого срока платите штраф, то, как и при штрафах ГИБДД, вы можете уплатить половину, то есть 50% штрафа, если вы уложились в отведенные календарные 20 дней. И по поводу того, как подается уточненка. То есть, если компания подает уточненные сведения в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об устранении нарушений, если вы получили такое уведомление, то вы освобождаетесь от ответственности. Ну, либо, естественно, если вы обнаружили самостоятельно какие-то либо ошибки, либо вдруг оказалось, что кого-то забыли до того, как их обнаружит фонд. В этом случае вы можете подать корректировочную отчетность, но нужно помнить, что прежде чем отправить корректировочную отчетность, то есть корректировку, то необходимо, во-первых, пересчитать, сколько вы должны заплатить, то есть пересчитать налоговые начисления, уплатить недоимку и уже только после этого подавать уточненные декларации или расчеты. Вот в этом случае у вас не будет предъявлено штрафных санкций. Еще очень важный момент, который, в принципе, связан и с НДФЛ, и со сведениями, которые предоставляются на ваших руководителей. Как вы знаете, в 2021 году, то есть уже практически два года назад, вступил дополнительный перечень обстоятельств, когда ваша отчетность будет признана непредставленной, несмотря на то, что вы подали ее в установленном порядке, не нарушили никаких сроков, и вроде все было замечательно. Значит, налоговый орган вправе признать любую декларацию или расчет, если при проведении камералки указано хоть одно из следующих обстоятельств, то есть ваша отчетность подписана неуполномоченным лицом. Что значит неуполномоченным? Это значит, на него либо не оформлено, либо неправильно оформлено КЭП, то есть квалифицированная электронная подпись. Второй момент вы, наверное, тоже слышали уже про машиночитаемые доверенности. То есть вы можете делегировать право подписания каких-то отчетов, то есть на взнос или декларации. Можете делегировать каким-либо ответственным лицам, но при этом вы должны оформить на них машиночитаемую декларацию. То есть если вы этого не сделали, а человек подписал вашу отчетность, то вот как раз и возникает ситуация, когда декларации или расчеты подписаны неуполномоченным лицом. Второй признак – это дисквалифицированным лицом. То есть если человек подписал отчетность, а период его дисквалификации еще не окончился. В отношении руководителя, подписавшего отчет, если о нем в записи ЕГРЮ внесена запись о том, что недостоверны сведения. Вот это, к сожалению, достаточно широко возникающая ситуация. Возникает она, собственно, при плохой организации кадровой работы или отсутствии кадровиков. То есть руководитель мог поменять паспорт, например, по возрасту. Мог поменять паспорт с изступлением в брак. А кадровики об этом были не в курсе, естественно, не подали сведения для перерегистрации в ЕГРЮ. В этом случае у вас мало того, что налоговая признает отчетность непредоставленной, вы еще попадаете во все черные списки, которые связаны с тем, что указаны в регистрационных сведениях недостоверные данные. И еще один пункт, когда ваша отчетность может быть признана непредоставленной, это если в ваших отчетах содержатся ошибки по страховым взносам. То есть сейчас, поскольку это у нас единый фонд, то на это надо обращать особое внимание. Ошибки содержатся, соответственно, если у вас много сотрудников, это может быть обычная арифметическая ошибка, например, при округлении. В этом случае у вас тоже признает отчетность непредоставленной с выставлением соответствующих санкций, то есть блокировка расчетного счета и так далее. И вы должны быть опять, но уже в пожарном порядке, бежать и, собственно говоря, устранять эти ошибки, но уже потратив кучу нервов, времени и всего остального. Я хочу еще раз вернуться к нашим конфигурациям. Посмотрим мы с вами сейчас ERP. Упс, извините, ERP. И, соответственно, интересовать нас будет опять раздел регламентированного учета. Вот так, перейдем сюда. И вот блок, который касается отчетов по 1С. То есть практически в новом отчете ЕФС-1 сохранены все сведения, которые мы подавали в предыдущие периоды, только по раздельности в пенсионный фонд и в ФСС. Ну и, соответственно, в новом отчете у нас сведения по НДФЛ находятся во втором разделе. И работать с отчетностью мы с вами в регламентированном учете можем вот из этого раздела. И интересовать нас будут, опять же, личные кабинеты, поскольку они очень сильно упрощают работу с фискальными органами. Вот эти вот ссылочки нам сейчас не нужны, мы их позакрываем. И, собственно говоря, интересовать нас будет личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет налогоплательщика по статистике. В этом году, с 2023 года, добавлено достаточно много форм статистики, по которой предприятия должны сдавать отчетность. То есть, кроме проверки учетной политики, вам стоит зайти на портал Росстат и проверить по ННУ, какие отчеты ваше предприятие должно сдавать в этом году. Может быть, вы попали под какие-то новые выборки. И, соответственно, нужно уделить внимание. Почему? Потому что право применять штрафные санкции за статистикой было закреплено достаточно давно. Но практически такая фискальная мера не применялась. И статистика весьма лояльно принимала отчеты и по обычной электронной почте, и в бумажном формате. И с прошлого года, то есть с 2022 года, статистика стала применять реальные штрафные санкции. Они достаточно высокие. То есть, за несвоевременную сдачу или не сдачу отчетности в статистику предприятие будет оштрафовано. И штраф будет до 70 тысяч. При повторном проступке, который вы совершаете в течение календарного года, штрафы вырастут до 150 тысяч. Поэтому, соответственно, обидно терять такие деньги за то, что вы вовремя не посмотрели, что вам нужно отправить в статистику. И интересуют нас, собственно говоря, личные кабинеты, опять же, как я говорила, которые касаются социальных выборов. То есть, обратите внимание, что с ФСС у нас было два личных кабинета, обычные расчеты организации и работа с электронными листками нетрудоспособности, подтверждение кодов по видам деятельности. Ну, то есть, все социальные выплаты, которые сейчас существуют. В этом случае, когда вы переходите в реестр, вы попадаете уже в объединенный социальный фонд. И видите, здесь есть, так сказать, тематические кабинеты. И достаточно, собственно, почитать инструкцию и войти. На самом деле, это очень удобный сервис, и по нему можно отследить, и в каком состоянии ваша отчетность по больничным за первые три дня. Ну, и, собственно, если какие-то сведения дополнительно нужно представить по декретникам, по отпускам, по уходу за ребенком, то есть через личный кабинет, очень удобно это все делать. Ну, и плюс есть личный кабинет налогоплательщика, то есть, ну, допустим, если мы говорим про юрлицо, то личный кабинет налогоплательщика, в который можно войти через портал госуслуг и, ну, несколькие другие способы. Как вы видите, личный кабинет, подключение тоже очень несложное, и есть инструкция, то есть, как это сделать. Для этого не надо никуда ехать, ничего тяжелого брать в руки, это все можно сделать через интернет и достаточно быстро. При этом вы экономите время, вы видите всегда состояние взаиморасчета с налоговой инспекцией практически в режиме онлайн, и можете быстро проверить, например, перед сдачей отчетности, быстро проверить, есть ли у вас расхождение в регистрационных данных. Не попал ли ваш руководитель в черный список, потому что вы не знали о том, что он сменил паспорт. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам, и вернемся мы в начало на титульный лист, и я хочу просто напомнить вам наши контактные данные, наши контактные телеграм, контактные данные в телеграм. И на этом, поскольку наша встреча заканчивается, к сожалению, время наше закончилось, то мы можем предложить вам все услуги, которые связаны с семейством 1С, программами 1С. То есть это и продажа, и внедрение, и обновление, обслуживание, ну то есть все, что касается программ 1С, мы с удовольствием окажем вам любую помощь, приглашаем вас к сотрудничеству и надеемся на новые встречи. Спасибо вам за время, которое вы нам уделили, и за внимание, которое проявили к нашему вебинару. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Всего доброго, благодарим за внимание. Продолжение следует...